Уважаемые коллеги, давайте будем все-таки начинать. У нас много спикеров, выступающих, поэтому всем хочется донести информацию. Несколько вводных слов. Все наши выступления, они будут потом в интернете в доступе, разрезаны по каждому спикеру, что называется, и раскиданы. Мне посчастливилось сегодня быть совведущим столь дивного мероприятия, ну так как оно связано все-таки отчасти с медициной, так как юристы, которые выступают сегодня за правду, они считают, что тот беспредел под эгидой медицинского прикрытия надо прекращать. Я хочу пожелать всем творческого настроения для выступлений, драйва и хорошей нам рабочей атмосферы. И первое слово предоставляется Наталье Ивановне Новокровой. Добрый день, наши уважаемые участники. Я рада вас приветствовать на конференции всероссийской с международным участием, которая называется «Юристы за правду». Вот так бы, наверное, звучало мое приветствие, если бы не случилось того, что случилось на самом деле. Мы вынуждены работать будем, скажем так, в форс-мажорных, практически военных обстоятельствах. В первую очередь, потому что одного из наших, так сказать, спикеров и человека, с которым мы стали плотно общаться в последнее время, речь идет об Александре Коновалове из Санкт-Петербурга. Вы все знаете последние события. Сергей Зайцев нам подробнее потом расскажет про это. Его сегодня ночью арестовали. Вот его бейджик. Его тема была как раз связана с сопротивлением предпринимателей в Петербурге против незаконного введения QR-кодов. Итак, значит, какая тема у нас заявлена сегодня? Она звучит так. Проблемы противодействия нелегитимным наднациональным группам влияния, геополитические и юридические аспекты. Есть ли выход? Мы принимаем эстафетную палочку у двух предыдущих конференций, вот в частности, Денис Иванов, активный участник и организатор этих конференций, которые проходили в Санкт-Петербурге и в Москве, «Врачи за правду». Мы считаем, что сейчас нашим движением и врачам, и юристам нужно объединиться. И, возможно, вот эту нашу эстафету подхватят в том числе предприниматели, педагоги, я буду надеяться, студенты. То есть это будет нашим таким девизом, что мы все за правду. Поэтому мы рады еще раз всех приветствовать. И я предоставляю слово следующее Кириллу Мембрину. Вы готовы? Кирилл Мембрину? Да. Что-то мне придется отсюда. Да, ради кого? Тема у Кирилла называется «Пандемия как способ переформатирования мира». Да, спасибо, спасибо, извините, что я не вот так вот, да, просто вот данные приходится крутить. Собственно, я хотел поставить общие вопросы, на которые как раз наши уважаемые инфекторы и жюри ответят. Спасибо.